Добрый день. 16 февраля мой старый друг Михаил Кожаринов начинает свой собственный новый курс, который посвящен одновременно истории, футурологии и социологии. Сразу скажу, я давно знаю Михаила Кожаринова и я склонен думать, хотя, конечно же, это лишь мои предположения, что этот курс в значительной мере будет посвящен истории и перспективам того, что носят названия «Левого проекта». В конце концов, не случайно, что на общероссийском семинаре «Усть-Качка» в съезде российских экспертов Михаил всегда отвечал за это направление и вокруг него строил свою деятельность. Надо совершенно четко понять, что у нас сейчас происходит. Много раз говорилось о общем кризисе капитализма, и в общем и целом каждый раз это было верно, хотя, конечно, ограниченно верно. Кризис 1914 года разрушил классический индустриальный мир, каким он был. Кризис 1929 года разрушил классический капитализм, каким он был. Похоже, что современный кризис 2014-2020 годов разрушает саму идею капитализма, поскольку на данный момент времени никаких образов будущего, кроме инклюзивной модели, а это модель всеобщего рабства, причем тут ситуация гораздо хуже, чем та, о которой Владимир Ильич Ленин писал после «Версальского мира». Там он говорил о том, что этот договор превращает в рабов миллионы людей, включая тех, кто относился к наиболее развитым слоям населения. Но инклюзивный капитализм – это гораздо хуже, это всеобщее рабство. Это миллиарды, а не миллионы рабов. И то, что нет никакой другой версии будущего, в которой капитализм продолжает существовать, либо инклюзивный капитализм, либо уже фантастическое, совершенно устойчивое развитие, в которое, похоже, не верит никто, даже ООНовские структуры. Разумеется, это заставляет нас внимательно отнестись к перспективам левого проекта. Но тогда этот проект нужно пересматривать с самого начала, с его исторических корней и в его возможных выходах в будущее. Я рассчитываю, что мы увидим это в новом курсе, который 16 февраля читает Кожаринов. Я рассчитываю, что наша группа присоединится к этому курсу и как слушатели, и как, возможно, соавторы. Я рассчитываю на то, что все, кто интересуется возможными перспективами следующих тактов развития, тех, которые выходят за пределы нынешнего кризиса, с его разрешения, что все эти люди примут участие в качестве слушателей или со-участников, со-редакторов, со-авторов в данном курсе. Приходите! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова